Всем привет, ребята! Меня зовут Маша, вы попали на мой канал, это значит, что наконец-таки вышло новое видео. Я немного приболела, скажу вам честно, я немного плохо себя чувствую. Возможно, эти осложнения пошли после прививки от гриппа, потому что я её делала позавчера, вы это видели в прошлом влоге. Но так получилось, в общем, что у меня сегодня заложен нос, у меня просто охрипший голос, я думаю, вы это слышите. Также я не чувствую вкуса еды, но это, скорее всего, из-за того, что у меня просто заложен нос и как бы насморк. Я думаю, что вы уже увидели обложку этого влога, и она достаточно грустная как для меня, так и для всей моей 12-й группы. Потому что давайте не будем ходить вокруг да около, я сразу расскажу, в чём секрет этого влога, что вообще, какая основная тема. Так получилось, что решением нашего доконата решили расформировать нашу группу. Я не буду вдаваться в подробности, я уже рассказывала вам чуть-чуть их в прошлом влоге, также я постоянно рассказывала об этом в Телеграме, так что, если интересно, заходите, ссылочка будет в описании. В общем, нашу группу расформировывают, у нас, честно вам скажу, достаточно дружная группа, но она, как таковая дружная группа, сложилась именно вот в этом семестре, в этом учебном году, то есть в самом начале сентября у нас прям всё наладилось, стали прям суперхорошие отношения. До этого весь год мы притирались друг к другу, у нас были какие-то ссоры, разногласия, но мы это всё прошли, мы это всё забыли, оставили в прошлом, и действительно, та группа, которая была вот в начале сентября, мне она очень сильно нравилась, и я буду очень сильно по ней скучать. Так получилось, что нас, скорее всего, будут раскидывать в разные группы, то есть там по одному человеку, по два человека в каждую группу, у нас будет там меняться староста, и всё вот это, собственно. Ещё меня в этой ситуации очень пугает то, что у нас поменяются преподаватели, то есть если я попаду в какую-то другую группу, понятно, что у меня там будет другое расписание, и совершенно другие преподаватели по каждому предмету. На самом деле это самое грустное, потому что я так полюбила преподавателей, которые вот у нас вели этот месяц, мы к ним очень сильно привыкли все с девчонками, они действительно были замечательные, каждый преподаватель мне по-своему нравился, то есть каждый преподаватель, никогда такого не было, даже за прошлый год не было такого, что мне нравился каждый преподаватель, а в этом году всё сложилось так, что всё было замечательно. Но вот обстоятельства данные решили, судьба решила распорядиться иначе. Честно, я уже проплакалась, вся наша группа уже проплакалась, все, конечно, безумно сильно расстроились, некоторые там вообще в депрессию впали. Но, наверное, всё, что не делается, всё делается к лучшему, я в это верю, и на это надеюсь. Я не знаю, что у меня будет за новая группа ещё, я не знаю, кто там будет, будут ли там хоть какие-то мои знакомые, или меня просто закинут уже, знаете, в сформировавшуюся какую-то группу, и я такая, здравствуйте, привет, и ни с кем не буду общаться. Конечно, мне страшно, мне волнительно, но я думаю, что я справлюсь, я достаточно сильный человек, и думаю, что всё будет хорошо. Этот влог будет как раз посвящён этой теме, и ещё очень неудобно. Нас решили расформировать именно в тот момент, когда на следующей неделе, то есть вот сегодня четверг, завтра пятница, и на следующей неделе у нас уже получается три итоговых работы, три итоговых работы, и нас, получается, будут раскидывать по разным группам. Короче, очень много непоняток каких-то, да, то есть я вообще не понимаю, не осознаю ещё эту ситуацию, но я буду держать вас в курсе, буду всё вам показывать, всё рассказывать, и давайте, наверное, начинать этот влог. Так что всем приятного просмотра, 12-я группа, если вы это смотрите, я вас очень сильно люблю, вы навсегда у меня будут. Ну что, всем доброе утро, вот так у нас проходит физиология. Сейчас буду писать, конспектировать занятия, и слушать, что нам работают, рассказывать. Я заболел, и чувствую себя просто ужасно, очень плохо себя чувствую. Но заложен, кашель, я не знаю, где я могла заболеть, я думаю, что это, скорее всего, от прививки, от гриппа. То есть вот мне сделали прививку, и потом сразу же началась вот такая вот реакция. Одна уникальная разновидность поперечно-полосатой мускулатуры, сердечная мускулатура, вот она поперечная. Мы с Виолетой пришли в МАК посидеть, поболтать, попрощаться. Виолетта говорит, чтобы я так не шутила, но мы не знаем, что будет. Ну, потому что, потому что я не уверена, что мы в понедельник будем как бы в одной группе и придёмся вместе на занятия. Я в этом не уверена, поэтому я уже заранее с Виолетой попрощаюсь. Мы пришли посидеть, поболтать, покушать, потому что мы голодные. Виолетта говорит, что когда нас расформируют, придётся учиться. Она говорит, блин, придётся ходить в универ учиться. Короче, как-то так, ребята, сейчас будем сидеть кушать. Брусно, очень грусно. У нас просто вся группа, вся группа в депрессии. Нас довели до депрессника просто конкретного. Ну что, ребята, я не знаю, с чего начать. У меня ужасно охрипший голос. Что я вам хочу сказать? Ситуация просто максимально грустная, максимально ужасная, потому что нам скинули списки новых групп нашего факультета педиатрического. Я была в 12-й группе, вы знаете, из нашей 12-й группы оставили человек 7, по-моему, и закинули туда людей из разных групп. То есть из каждой группы взяли по одному человеку, закинули в нашу группу. Из нашей группы забрали 10 человек и раскидали по одному в каждую, так, типа, группу. Вот таким образом это всё и сделали. Это ужасно. Я не знаю, что может быть хуже, чем это. Я являюсь тем человеком, которого закинули в новую группу. Я в ней никого не знаю. Вообще никого. От этого мне очень грустно. Я надеюсь, что ребята хорошие, я с ним подружусь. Знаете, почему мне грустнее всего? Потому что нас разделяют именно в тот момент, когда у нас максимально хорошая группа была. То есть максимально все были друг за друга, даже вот в этой ситуации, которая сложилась, из-за чего, собственно, нас расформировывают. Все были друг за друга, все друг друга поддерживали, все друг другу помогали, все защищали друг друга. Никто никого там не подставлял, ничего такого не было. То есть мы были до конца вместе, до конца друг за другом. И за это я всем очень сильно благодарна. И я вас всех очень сильно люблю, ребята, если вы это смотрите. Ну что, ребята, что я вам хочу сказать. Я села за свою учебу, которую я не делала неделю. Я ничего не делала. Вообще ничего не делала. Целую неделю. И на самом деле, даже неделя, это просто жопа. Сколько у меня накопилось. Это просто ужас. Я не знаю, с чего начать. Вот я сижу уже полчаса, я не знаю, я не могу начать. Что касается новой группы. У меня теперь новое расписание, как вы уже поняли. И у меня анатомия теперь в среду и в четверг. То есть у меня даже перерыва между анатомиями нет. То есть среда и четверг. Все. Как-то так. И самое говняное, что в четверг у меня анатомия четвертой парой. Четвертой парой. Это вообще просто чокнуться можно. Расписание просто говно. Если быть честной. Ну что, ребята, еду на первую пару с новой группой. Первая пара у меня, кстати, бездра. И все, сегодня больше никаких пар нет. Поэтому я думаю, что как раз я со всеми познакомлюсь, пообщаюсь. Не знаю, немного переживаю, но думаю, что все будет хорошо. Мои девочки пишут, я уже... Мы скучаем. Я тоже скучаю. Но мы будем видеться на лекциях, я думаю. И в перерывах будем ходить куда-нибудь кушать. Поэтому, в принципе, все не так критично, но грустно. Ребята, я уже иду познакомиться со своими новыми одногруппниками. Блин, страшно на самом деле, пипец. Ну, то есть не то, чтобы страшно, но так, немного волнительно. Что я им скажу? Привет, меня зовут Маша. Давайте дружить. Короче, выдох-выдох. Все нормально. Ну что, ребята, пришла я домой. Сейчас я еще постараюсь не плакать. Что я вам могу сказать? Я пока не снимала никого из своей новой группы, потому что я еще не спрашивала у них разрешения. Я еще не спрашивала, ну, против они того, что я буду там что-то снимать или нет. Вот, я еще не знаю, как они к этому относятся. Это хорошие, очень хорошие ребята. Мне все понравилось. В принципе, так дружелюбно меня встретили. И старость-то хорошая. То есть мне сразу все рассказали про всех преподавателей. Я очень стараюсь не плакать. Очень тяжело. Потому что я все равно понимаю, что ребята уже, ну, как, у них уже такие сформированные группы. Что все там друг друга знают. Что я вообще никого не знаю. Ну, то есть для меня все новые. То есть там никаких моих знакомых людей нет. Я очень сильно скучаю по Саше, по Виолетте, по Ане. По девочкам из моей группы тоже очень скучаю. Но в то же время я понимаю, что нужно просто с этим смириться. Потому что в этой ситуации я уже ничего не сделаю. Я уже назад не переведусь. И все. То есть мне просто нужно смириться с тем, что происходит, принять это. И чем быстрее я это приму, тем мне будет проще. Но пока что у меня не особо получается все это принять. Я скажу вам честно. В общем, как-то так. Сегодня мне нужно делать кучу сил по учебе. Анатомию, гистологию. В общем, очень-очень много всего. Поэтому вот. В принципе, такие у меня планы на день. Что, ребята, всем доброе утро. Я уже подхожу к университету. У меня сегодня первая пара гистология. Я не знаю, с кем я буду сидеть. Я не знаю, в общем, что там будет. Потому что преподаватель у меня новый теперь. Ой, в общем, как-то так. Приехала в универ. Ну что, буду держать вас в курсе. Оставайтесь со мной. Сейчас у нас информатик. Мы обычно решаем тесты всякие. А еще мы сегодня будем какой-то кепельный лист выбирать. Я ничего не знаю. Всем привет, ребята. Что-то я вам сегодня практически ничего не снимала вечером. Потому что я как пришла домой. В два часа так села за анатомию. Сейчас уже пол одиннадцатого. Я не знаю. Очень долго я это делаю. Я, конечно, еще с Мишей пару раз потрындела по телефону. Все это затянулось часа на полтора. Но сам факт, что с двух часов я сижу за анатомией. Вот. У меня на завтра тема. Это верхняя и нижняя полая вены. Вот. Вообще должна быть только нижняя. Но сказали, что будут две спрашивать. Поэтому я готовлю обе, так сказать, темы. Уже очень сильно устала. Уже, наверное, скоро пойду спать. Потому что, ну, уже плохо у меня голова соображает. И я думаю, что смысла нет. У меня сейчас безумно неудобное расписание. Потому что получается, что у меня завтра анатомия. И послезавтра анатомия. А на послезавтра мне нужна... Знаете, какая вена? Все я вам скажу. Я забыла. Воротная. В общем, вот эта нижняя получается. А эта верхняя. Вот такие вот схемки я себе нарисовала. Все расписала. Так, не сильно подробно. Вот буквально по чуть-чуть. Ну что, думаю, что уже нужно мне идти отдыхать. Потому что я уже прям чуть сильно устала. И уже в голову особо ничего не лезет. Поэтому сейчас я буду ложиться спать. И думаю, что за завтрашний день, пока я буду на лекции, я как раз все повторю. Потом в перерывах все повторю. И думаю, что все будет классно. Что, ребята, всем доброе утро. Мы на лекции. Посмотрите, кто со мной. Наконец-то! Наконец-то утро доброе. Я пришла ради Саши. Только ради нее я просто на лекцию. А Виолетта, зараза такая, она скинула и спит. Да, Аня? Да. Кинула и спит пора. Все. Я довольна. Ну что, наконец-то лекция закончилась. Честно, я просто ненавижу, когда задерживают лекции или когда задерживают пара. Короче, не любим мы, когда задерживают лекции, потому что у нас же пара за парой. И лекция была безумно интересная. Мне очень все понравилось. Прям реально интересно. Про витамины нам рассказывали. И задержали на 15 минут. А у нас просто через полчаса уже следующая пара. Мы не успеем покушать. Просто эти 15 минут играют очень-очень большую роль. Вот. И я очень люблю, когда задерживают. Потому что мы не успеваем покушать. А мы хотим кушать. Мы с Сашей любим есть. Вообще, как будто бы все как раньше, как будто бы ничего не поменялось. Мы с Сашей пили плотый бар. Только без девчонок, потому что у них сейчас другое расписание. И они, лошары, идут на физру. Ну что, у нас есть 20 минут, чтобы покушать. Поэтому мы сейчас быстренько съедим по стенджу и пойдем на пару. Саша меня бросил и ушел на свою пару. Я осталась одна. Пить кофеек. Грунду. Я даже скоро пойду на свою уже пару. Поэтому мне осталось посидеть минут 5-10 максимум. Ну что, пришла я на пару по анатомии. У меня новый преподаватель. Кстати, очень милый, добрый. Мы шли немного с вами поболтать в туалет. Потому что у нас сейчас ребята из моей новой группы отвечают. Ну, в общем, итоги по прошлым темам. То есть еще миологию кто-то рассказывает и спланху. Вот, поэтому мы там сидим, повторяем. Я уже, в принципе, все повторила. Решила чуть-чуть разгрузить свой мозг. А то у меня такое бывает, что когда я переучиваю материал, я потом ничего не могу ответить. Поэтому я решила чуть-чуть прогуляться, проветриться с вами, поболтать. Вот. Но пока что мне все нравится. Сейчас будем смотреть, как вообще у него строится опрос, что спрашивают и так далее. Вот. Я надеюсь, что все будет хорошо. Что, ребята, всем добрый вечер. Я уже наконец-то дома. Ну, на самом деле, я очень давно дома. И очень давно уже сижу за анатомией. На завтра у меня тема это воротные вены и кровообращение плода. Плода? Плода. Наверное. Поэтому, собственно, весь оставшийся вечер я буду заниматься анатомией. Я думаю, что влог и так получился достаточно длинным, очень сильно разговорным. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вы чуть-чуть поняли мою жизнь, чуть-чуть поняли, что у меня вообще происходит. Потому что я всегда стараюсь вас посвящать, всегда стараюсь говорить вам правду. Все подробности, напоминаю, у меня в телеграм-канале. Обязательно переходите, ссылочка в описании. Ну, а пришло время нам с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я, правда, очень старалась, изливала вам просто всю свою душу. Так что спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была ваша Маша. И до скорых встреч в новых видеороликах. Всем пока-пока.